Всем привет! Сегодня мне хотелось бы рассказать о том, как я делал свою программу по детекции резок в бильярде. Детекция резок, детекция траектории отскока своего шара и направления чужого шара. Вот об этом, короче, хочется рассказать. Расскажу я об этом поверхностно, потому что все детали скрыты в коде. Мне просто хочется поделиться. Итак, есть функция OpenCV, вот такая вот, Q-Circles. Возвращает она контейнер, то есть вектор, в нашем случае радиусов и точек, то есть центры наших предполагаемых сфер. И мы, конечно, получаем, можем вывести на экран даже вот это вот, всякие вот такие вот круги разных радиусов. Разумеется, это не есть детекция резок, потому что детекция резок – это решение геометрической задачи. А здесь мы просто вроде как что-то нашли на экране, отобразили, и, возможно, мы нашли как раз эти шары, не нашли как бы ложные позитивы, никаких true-негативов или как это. Ну, короче, нашли то, что искали, но нам нужно теперь посчитать, куда будет столкновение, если, допустим, мы выбрали вот этот шар как Q-Ball, то есть свояк, он же биток. То есть нашли биток, я его, кстати, сделал как шар, который самый большой на экране. Ну, скорее всего, отсюда было бы неплохо ударить, вот, коль скоро мы здесь камеру расположили. То есть функционал я немного сократил. Ну, и, собственно, ладно. То есть вот наш биток, мы так решили. Биток. И мы мышкой вводим по экрану и таким образом решаем, куда же мы будем бить. И вот, допустим, он как-то, по идее, должен взаимодействовать вот с этим. Вот, тут я, значит, дорисовываю виртуальный этот самый шар по его приходу. Где-то здесь у них будет точка соприкосновения. И вот этот вот шар, он пойдет куда-то сюда. Ну, а свояк пойдет, наверное, куда-то вот вон туда. Вот, но мы не знаем. И, может, и так, может. Это вопрос в том, под каким углом мы вообще на все это смотрим. Вот. И следующая важная вещь, это, разумеется, отобразить вот такой вот эллипс. Что это за эллипс такой? Ну, в принципе, понятно. Но я скажу полностью. То есть, мы представляем, что есть некая плоскость, которая параллельна плоскости стола, но отступает от него на высоту радиус шара. И, как бы, это такая секущая плоскость, которая отсекает у всех шаров круги окружности. Но мы понимаем, что под нашим ракурсом, под нашей перспективой, это все какие-то эллипсы. Вот. Итак, я представлял все вот такими эллипсами. Мне было интересно, где у этих эллипсов будет точка соприкосновения. То есть, вот здесь вот у нас эллипс, и тут, значит, предполагаемый этот биток пришел и вот как-то соприкоснулся вот с этим. Вот. Соприкосновения у них происходят по эллипсам. Вот. То есть, у них вот, у этих эллипсов есть какая-то общая точка. Я постараюсь нарисовать это аккуратно. Вот. Ну и тут уже поплясали, значит, мы. Понятно, что вот тангенциальная линия вот к этой точке тангенциальной, к обеим этим окружностям, вот так вот мы ее проводим. И мы понимаем, что если у нас здесь свояка, он пойдет вдоль этой тангенциальной линии, вот куда-то туда, наверное, да? Вот да, туда. А вот тут вот мы как бы можем через центр провести вот такую вот прямую. Ну, понятно, что прицельный шар пойдет куда-то туда. И все это правильно, но не совсем. То есть, у меня пока первый порядок точности. Я так это назову. То есть, потом выясняется, что это не совсем правильно. Ну, вы сами понимаете, возможно, к чему я все это говорю. Вот. И это даже при том, при всем, что я правильно даже, даже правильно рассчитал, как приплюснут этот эллипс. То есть, вот это вот я извлек, допустим, как-то правильно. Даже этого, может быть, недостаточно. Разумеется, у меня была информация о наклоне камеры. Наклон камеры, то есть, как? Мы извлекаем вектор силы притяжения. И по нему мы можем, во-первых, компенсировать крен влево-вправо у камеры. Что я делаю в первую же очередь. Вот этот вот крен я компенсирую очень быстро и вообще без проблем. Кроме того, есть у нас азимут, кто-то знает. Ну, короче, угол, из-под которого мы, как бы, сверху вниз смотрим на ситуацию. Он говорит о том, как приплюснут этот эллипс у каждого из шаров. Ну и, разумеется, у нас есть сам экран. О, нет. У нас есть экран. Что ж такое? Сейчас, секунду. У нас есть экран. Я, наверное, сделал в двух частях это видео, потому что тут я могу по 10 минут записывать. А у меня уже ощущение, что я что-то больно долго рассказываю. 7 минут. Ну да, я еще немного просказываю. Значит, у экрана есть вот такая вот вертикальная середина. И, разумеется, но это потом. Значит, приплюснутость эллипсов может быть разной в зависимости от того, где же мы там на экране смотрим. Но это понятно. Вот, поэтому как бы и это влияет, и наклон камеры вот такой вот. То есть, поазима тут тоже влияет. Это все мы учитываем легко. Ну и, значит, тут даже какое-то нелинейное хитрое преобразование напрашивалось. Но я сделал линейно в зависимости от вот этих углов. И в зависимости от вот этого вот смещения. Вот. То есть, тут тоже есть какие-то проблемы, но, в принципе, они не являются краеугольными. Если я правильное слово подобрал. И следующая вещь, о которой я планировал рассказать, время еще нормальное, значит, это, конечно, поворот этих эллипсов. То есть, если мы в районе вот этой линии, то наш эллипс будет какой-то такой. Ну а вот тут вот, вот тут он как-то вот немножко должен наклониться. Наклониться, и это очень важно. А почему это важно? Потому что, так вот, давайте я начну разбивать это видео, и следующее видео будет продолжением этого.